В центре Парижа собралась большая очередь из желающих проститься с Шираком. В центре Парижа собралась большая очередь из желающих проститься со Шираком. 13.27.29.2019 года. Обновлено. 16.29.2019 года. Reuters, Benoit Tessier. С гробом покойного президента Франции Жака Ширака перед Hotel des Invalides. В Париже. Reuters, Benoit Tessier. Катафалк с гробом покойного президента Франции Жака Ширака перед Hotel des Invalides. В Париже. Париж. 29.7. Reuters, Benoit Tessier. Людмила Орещенко. Желающие проститься с бывшим президентом Франции Жаком Шираком, скончавшимся в четверг, собрались у дома инвалидов в центре Парижа за несколько часов до церемонии, передает корреспондент Reuters. Церемония началась в 14 часов. 15 часов МСК. Вчера, 13.53 новости. Почти 4000 человек оставили запись в книге соболезнования Шираки. Пожелание провести народную церемонию прощания в доме инвалидов высказала семья Ширака. Гроб с телом бывшего президента Франции выставили во дворе дома инвалидов. С вечера четверга Елисейский дворец открыл книгу соболезнований, в которой несколько тысяч французов оставили записи в память о Шираке. Книги соболезнований открыты мэрией Парижа и всеми округами города, мэром которого Ширак был в течение 18 лет, а также в других французских городах. Ширак скончался в четверг на 87-м году жизни в окружении родных. Он занимал пост президента Франции с 1995 по 2007 годы. Ширак будет похоронен на кладбище Монпарнас в Париже рядом со своей старшей дочерью Лоранс, умерший в 2016 году. Понедельник, 30 сентября, объявлен днем национального траура по Жаку Шираку. В церкви Сен-Сюльпис состоится служба и официальная церемония прощания, на которой будет присутствовать президент Франции Эммануэль Макрон и около 30 глав иностранных государств. Россию будет представлять президент Владимир Путин. Один из 14-ти политическая карьера Жака Ширака началась в 1962 году, когда он начал работать в аппарате премьера Жоржа Помпиду. Reuters, Charles Playshaw slash file photo AFP 2019 Ширак получил от Помпиду прозвище «Бульдозер за эффективность и напористость». Два из 14-ти Ширак получил от Помпиду прозвище «Бульдозер за эффективность и напористость». AFP 2019 Reuters, Charles Playshaw, file photo С 1977 до 1995 года Жак Ширак был мэром Парижа. Три из 14-ти с 1977 до 1995 года Жак Ширак был мэром Парижа. Reuters, Charles Playshaw, file photo Reuters, Jacques Brinon slash pool slash file photo Он единственный политик в истории Пятой республики, дважды становившийся премьером. Четыре из 14-ти он единственный политик в истории Пятой республики, дважды становившийся премьером. Reuters, Jacques Brinon slash pool slash file photo Reuters, Regis Duvignau slash file photo В 1988 году Ширак выставил свою кандидатуру на президентских выборах, но проиграл Франсуа Миттерану. Пять из 14-ти в 1988 году Ширак выставил свою кандидатуру на президентских выборах, но проиграл Франсуа Миттерану. Reuters, Regis Duvignau slash file photo AFP 2019 В 1995 году Ширак вновь баллотировался на пост президента. На сей раз ему противостоял социалист Леонель Жоспин. Ширак обошел его во втором туре. 6 из 14 В 1995 году Ширак вновь баллотировался на пост президента. На сей раз ему противостоял социалист Леонель Жоспин. Ширак обошел его во втором туре. AFP 2019 РИА Новости. Борис Бабанов. Жак Ширак провел в Елисейском дворце 12 лет. Его президентство стало вторым по продолжительности в истории Франции после 14-летнего правления Миктирану. РИА Новости. Борис Бабанов. Во время правления Ширака Франция вступила в экономический и валютный союз и укрепила позиции в ЕС, сблизившись с Великобританией. Восемь из четырнадцати. Во время правления Ширака Франция вступила в экономический и валютный союз и укрепила позиции в ЕС, сблизившись с Великобританией. 2019 Ширак был женат на Бернадет Шадрон де Курсель. В семье выросли две родные дочери и одна приемная. 9 из 14 Ширак был женат на Бернадет Шадрон де Курсель. В семье выросли две родные дочери и одна приемная. AFP 2019. РИА Новости. Владимир Путин направил супруге Жака Ширака соболезнования в связи с его кончиной, отметив, что искренне восхищался интеллектом и огромными знаниями политика. 10 из 14. Владимир Путин направил супруге Жака Ширака соболезнования в связи с его кончиной, отметив, что искренне восхищался интеллектом и огромными знаниями политика. РИА Новости. РИА Новости. Владимир Родионов. Ширак любил Россию и русский язык, а в молодости даже переводил Евгения Онегина на французский. 11 из 14. Ширак любил Россию и русский язык, а в молодости даже переводил Евгения Онегина на французский. РИА Новости. Владимир Родионов. В Германии Ширака вспоминают как выдающегося государственного деятеля и европейца. Он был выдающимся партнером и другом для нас, немцев, и для меня лично. Я скорблю вместе с его семьей и с французским народом о большом госдеятеле и европейце, заявила канцелер ФРГ Ангела Меркель. 12 из 14. В Германии Ширака вспоминают как выдающегося государственного деятеля и европейца. Он был выдающимся партнером и другом для нас, немцев, и для меня лично. Я скорблю вместе с его семьей и с французским народом о большом госдеятеле и европейце, заявила канцелер ФРГ Ангела Меркель. РОЙТЕРС. КАЙФЕФАНБАК СЛАШ ФАЙЛ ФОТО. АФП. 2019. ДАНИЕЛ Джейнен СЛАШ ПУЛ. Со смертью Жака Ширака ушел лев французской политики, отреагировал на уход политика бывший премьер-министр страны Франсуа ФИЙОН. 13 из 14. Со смертью Жака Ширака ушел лев французской политики, отреагировал на уход политика бывший премьер-министр страны Франсуа ФИЙОН. АФП. 2019. ДАНИЕЛ Джейнен СЛАШ ПУ. РОЙТЕРС. ФИЛИП ЛОРЕНСЕН СЛАШ ФАЙЛ ФОТО. Ширак никогда не предавал независимость Франции и в то же время был привержен европейским обязательствам. Он воплощал Францию, подчеркнул Николя Саркази, сменивший Жака Ширака на посту президента. 14 из 14 Ширак никогда не предавал независимость Франции и в то же время был привержен европейским обязательствам. Он воплощал Францию, подчеркнул Николя Саркази, сменивший Жака Ширака на посту президента. Один из четырнадцати политическая карьера Жака Ширака началась в 1962 году, когда он начал работать в аппарате премьера Жаржа Помпиду. Два из четырнадцати Ширак получил от Помпиду прозвище «Бульдозер» за эффективность и напористость. А.Ф.П. 2019-3 из четырнадцати с 1977 до 1995 года Жак Ширак был мэром Парижа. Ройтерс, Чарльз Плейшор, файл фото. Четыре из четырнадцати он единственный политик в истории Пятой Республики, дважды становившийся премьером. Ройтерс, Жак Бринонн слэш пул слэш файл фото. Пять из четырнадцати в 1988 году Ширак выставил свою кандидатуру на президентских выборах, но проиграл Франсуа Миттерану. Ройтерс, Рейджис Дювигнау слэш файл фото. Шесть из четырнадцати. В 1995 году Ширак вновь баллотировался на пост президента. На сей раз ему противостоял социалист Лионель Жоспин. Ширак обошел его во втором туре. А.Ф.П. 2019. Джерард Фуэт. Семь из четырнадцати. Жак Ширак провел в Елисейском дворце двенадцать лет. Его президентство стало вторым по продолжительности в истории Франции после четырнадцатилетнего правления Миттерану. Рия новости, Борис Бабанов. Восемь из четырнадцати. Во время правления Ширака Франция вступила в экономический и валютный союз и укрепила позиции в ЕС, сблизившись с Великобританией. Ройтерз, Питер Моди Амадз слэш файл фото. Девять из четырнадцати. Ширак был женат на Бернадет Шадрон де Курсель. В семье выросли две родные дочери и одна приемная. А.Ф.П. Две тысячи девятнадцать. Десять из четырнадцати. Владимир Путин направил супруги Жака Ширака соболезнования в связи с его кончиной, отметив, что искренне восхищался интеллектом и огромными знаниями политика. Рия новости. Одиннадцать из четырнадцати. Ширак любил Россию и русский язык, а в молодости даже переводил Евгения Онегина на французский. Рия новости. Владимир Родионов. Двенадцать из четырнадцати. В Германии Ширака вспоминают как выдающегося государственного деятеля и европейца. Он был выдающимся партнером и другом для нас, немцев, и для меня лично. Я скорблю вместе с его семьей и с французским народом о большом госдеятеле и европейце, заявила канцелер ФРГ Ангела Меркель. Ройтерс. Кайфа Фенбак слэш файл фото. Тринадцать из четырнадцати. Со смертью Жака Ширака ушел лев французской политики, отреагировал на уход политика бывший премьер-министр страны Франсуа Фион. AFP. 2019. Данил Джейнен слэш пул. Четырнадцать из четырнадцати. Ширак никогда не предавал независимость Франции и в то же время был привержен европейским обязательствам. Он воплощал Францию, подчеркнул Николай Саркози, сменивший Жака Ширака на посту президента. Ройтерс, Филипе Лоренцент слэш файл фото.